Инспектор ДПС Максим Ломоносов спас из огненного плена женщину и двух ее малолетних сыновей. На беду семьи в одночасье, оставшейся без крыши над головой, откликнулись и представители общественного совета. Подробнее расскажут наши коллеги с пресс-службы МВД по Чувашии. Вот, что-то какой-то звук был, типа замыкания. Вот я прибежал, а там все уже горит. Я говорю, давай быстрее детей искать, короче, туда-сюда бегал быстрее, потом уже детей нашли, на улице вывели, начал тушить все. Пожар случился 1 июня около 17 часов 40 минут. Задымление в районе жилых домов в селах Иркасыч и Боксарского района заметил заместитель командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии Максим Ломоносов, внесший службу на стационарном посту Харкасинский на федеральной трассе М7. Капитан полиции позвал коллегу, инспектора ДПС Сергея Христофорова, и они поспешили к месту происшествия. Горел двухэтажный жилой дом. Проследовал напарник на служебной машине, чтобы переклить дорогу, я побежал к дому. Увидел дым, подошел, залез во двор, увидели там звуки, выносящиеся по помощи женщин и детей. И схватил меня молодой человек, передал одного ребенка, и вывели на улицу всех. В огненном плену в тот вечер оказались молодые родители Дениса и Алена Хадишова и двое их сыновей. Пятилетний Станислав и полуторагодовалый Максим, которого и вынес на руках его тезка капитан полиции Максим Ломоносов. Сейчас супруги от всей души благодарят полицейских за своевременную помощь. Они считают, что благодаря их профессионализму обошлось без человеческих жертв. На беду семьи, в одночасье оставшейся без крыши над головой, откликнулись и представители общественного совета. Да, здесь вещи, дети, наверное, вот это. У меня вот супруга тоже собрала вам вещи. У меня просто два мальчика и девочка. Просто по возрасту как раз подходят. Возьмите этого. Спасибо. Ну и вот это мой совет тоже. У меня была инициатива, собрать для вас небольшую денежную сумму. Спасибо. Также председатель общественного совета Валерий Андреев в ходе рабочей встречи с министром труда и социальной защиты Чувашской Республики Аленой Елизаровой вышел с инициативой выделить материальную помощь из резервного фонда кабинета министров Чувашской Республики. Представитель общественного совета Роман Ефимов предложил свою помощь в оформлении необходимых документов для получения страховки. Необходимую повседневную одежду приобрел детям и член общественного совета Хайдяр Сафиуллин. Он сводил их в торговый центр, еще и исполнил мечту пятилетнего Стаса, оставшегося без любимого средства передвижения. Горел. У тебя самокат сгорел. У меня самокат сгорел. Отличившиеся инспекторы ДПС представлены к наградам. ДПС представлены к нему, и оттенок casino.